Здравствуйте, учащиеся группы 139-140. Давайте запишем еще один урок. В принципе, значит, как бы на всякий случай, чтобы полностью и окончательно пройти всю программу обучения, значит, с первого года обучения. Вот. Ну, значит, если это будет лишний урок, то будет запастой. Если не лишний, там у нас администрация посчитает, сколько должно быть уроков, то это будет не лишний урок. Так. Итак, давайте. Вписываем. Так. Значит, сегодня мы рассмотрим более сложные понятия, чем, значит, чем бокс, и радио, и баттон, и более сложные понятия, чем, значит, ну, которые мы проходили раньше, и чекбокс, и радио, и баттон, и более сложные понятия, более сложные понятия, чем лейбл, более сложные понятия, чем, значит, кнопка баттон. Вот. Сегодня мы рассмотрим такие понятия, как «ликс», «бокс» и «чекбокс», «листбокс» и «текстбокс». Ну, «текстбокс», «визуа-студио» – это есть одно, смотрите, на одну строчку, вот, на одну строчку. Сейчас я увеличу. Так. Что-то у нас не туда увеличилось, да, хотя увеличить, уменьшилось. Значит, «текстбокс» может быть на одну строчку, и может быть, что на несколько строчек, на много строчек. Если мы пишем что-то сюда, на одну строчку, да, вот, то мы можем через «листбокс» добавлять эту информацию сюда, вот, добавлять. «очищать», да, «очищать», значит, ну, добавить, «вставлять», 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 да, «текст», «вставлять», либо «удалять» какую-то строчку. То есть, видите, функций тут уже больше. И то же самое записывать в, значит, что в «текстбокс». вот тут все дело как бы попроще у нас. Попроще, вот. Вот, если здесь информация идет построчно, да, каждая строчка может быть, что удалена, строчка может быть вставлена, строчка может быть добавлена, то здесь это все идет одно и одним, не единым целым. Вот здесь давайте мы что-то, допустим, удалим эту строчку пятую. Вот, удалили, но почему-то не пятую, да. Так, что-то у нас с удалением там не совсем, да. Если запись идет, с удалением что-то, ну, вставлять, ну, вставлять. Вставлять у нас получается. Удалять. Удалять у нас тоже получается. А, ну, у нас рассчитано на удаление первой строчки и вставление первой строчки. Так, как код программы написано. Давайте посмотрим. Ну, здесь программа на C-Sharp, значит, не на C++. Ну, что такое C-Sharp? Значит, для таких простых программ, вот здесь, смотрите, стоит точка между вот этим. Точка, 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 везде точки стоят. А, ну, вот, вставить нулевую строчку, удалить. А, удаляем мы только слово insert, ищем, удаляем слово insert. Вот. А, так, 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 где у нас... Вот, и принцип какой для таких простых программ? Если в C++ у нас надо ставить минус стрелка, либо двоеточие, либо точка, то здесь, видите, стрелка, вот здесь точка. Ну, например, с двоеточием нету. То здесь в C-Sharp везде ставятся точки. Никто, чтобы не думал человек, видите, везде ставят точка, точка, точка. Для таких простых программ C-Sharp мы точки поставили, и все работает. Ну, вот, вот такая, в принципе, программа. Но если вы сделаете вот это лист item.atd для своей программы, то будет хорошо. Значит, итак, это все визуальные компоненты. Что мы ставим? TextBox. TextBox многострочный. TextBox, кнопка, 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 да, button, 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 button. Переименовываем эти button, button1, button2, button3, button4, button5. Вот. Это мы уже проходили на тех занятиях. А потом вписываем код. Допустим, двойной щелчок на кнопке button1, да, делаем двойной щелчок на кнопке button1. И получаем вот такое, да, такое мы получаем. А вписываем мы, вписываем так, вписываем, вписываем. Вписываем. А вписываем мы что? Мы вписываем только вот это, да. То есть вот это мы получаем при двойной щелчке на кнопке button1. и у нас образуются вот эти скобочки, вот вся вот эта информация. Вся вот это, да. Вот это и вот это, да. А сюда вот это, это мы уже сами вписываем. То же самое для второй кнопки мы сами вписываем. То же самое для третьей кнопки. То же самое для четвертой кнопки вписываем. Ну вот если впишите, разберетесь, будете молодцом. Значит, а здесь, если у нас C-Sharp, то мы ставим точку. А если у нас, где это все? А если у нас C++, то мы ставим вот минус больше, минус больше, минус больше ставим. И вот код. Понятно? Ну вот, а для C-Sharp ставим точки, точки, точки. В принципе, вот в этом отличие. Ну, в общем, попробуйте. Это как бы дополнительное у нас занятие. Вот. И если у вас есть время, то, значит, давайте попробуйте это занятие выполнить. То есть как мы работаем с визуальной студией? Сперва создаем вот эти визуальные компоненты, да. А потом разместили на форме, а потом нажали button 1, да. Вписали текст, поняли? Вписали текст. Нажали button 2, писали текст. Нажали button 3, писали. Нажали button 4, писали. Вот, значит, текст вот этот. Какой еще текст? Нажали, а потом писали. Что вы будете писать? Вот, сейчас, 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 сейчас. Наступно. Писали. Нажали button 2, писали. Нажали button 3, писали. Нажали button 4, писали. Вот здесь дописали вот это. Но мы сейчас это подробно рассматривать не будем, просто дописали. Если вы все шарпи, то вы ставите точку, а если вы не в C-шарпи, то тогда мы пишем вот так. Значит, и если вы продолжаете визуаль хи, то в box 1 пишем вот так. Идея понятна, идея понятна, да? Вот таким образом. Ну, ладно. Значит, значит, то есть потренируйтесь с визуальными компонентами, и, значит, на следующий год, если кто хочет продолжить заниматься, то приходите, начинь записываться на дальнейшее обучение с сентября, там, в августе, с 24-го, по-моему, августе будет запись 2020 года. Ну, никто не знает, что будет, но, в принципе, можете приходить, да? Если все сложится хорошо. Так что вот так. Ждем вас на дальнейшем обучении. Ну и до свидания. Это, наверное, уже последняя тема для объяснения в этом учебном году. Все. Ждем до следующего года. Спасибо. 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 Спасибо.